Всем здарова, Санчан, ооо, я нахожусь в игре Бородач. Я такой, 2020, ща поговорить. Повезло тебе, Бородач. Заявление на тебя никто не напишет. Хозяина машины на прошлой неделе посадили за хранение оружия. Реально фартануло, а то бы он меня грохнул. Вахитов, ну можно я тогда пойду? Ладно, Бородач, так уж и быть. Помоешь пол тут у нас, и ты свободен. Ни хрена себе, почему это я должен пол мыть? Не я его загрязню. Не хочешь мыть? Тогда посидишь в КПЗ сутки, подумаешь о жизни. Стопэ, хорош. Я согласен, щас всё вымою. Бери тряпку он там. Короче, все помнят эту игру. Я такой, 2020 год такой помню, ещё вчера. Орудия пролетовята у меня. Ща поговорить. А теперь вытри тряпкой следы. Ну тут всё ясно, ребят. Надо передащить тряпку на следы. Короче, я вчера увидел это. Вот, такой Артём скачал игру Бородач. Я такой, наверное, я с этим щас засниму. Так, короче, ладно, поехали. Да, ладно, поехали. Наконец-то я на свободе. Надо скорее бежать в мои любимые рыжки. Бородач, ау, я тут за решёткой. О, Палыч, здорово. Так это ты там в РВД спал? Нормально мы так разменулись. Бородач, помоги мне. Палыч, меня только выпустили. Мне сейчас светиться лишний раз нельзя. Если ты мне не поможешь, тогда я расскажу, как ты ночью на лобовуху ментовского Бобика нагадил. Ну да. Капец просто. Сначала надо помочь Палычу. Чётки он мой лучший друг. Нихрена себе, какие жирные. Может, это голуби депутаты? Не знаю, Палыч. Так вот оттуда пришёл Палыч. Как говорится, иди сградим князей. Хотя нет, КПЗ. Поговор не работает, как. Ну ладно, поехали. Я не буду пока пропускать. Ладно. Похоже быть, уже не полиция, а полюция. Ох, тучок, ну ты меня и рассмешил. Ну-ка, ты просто. Сорт, погодите. Готово. Тряпка реально чище стала. Может, мне так и с одеждой сделать? Хотя не, она ещё и не сильно пахнет. Палычайник. Эх, вспомню молодость. Ладно. Сейчас потру, и будет круто. И мне, может, 50 рублей дадут. Я это знаю. Ну-ка. Ну-ка. Ну, это уже другое дело. Ну и хорошо. В кармане лучше 50 сухих рублей носить, чем мокрую тряпку. Нам фартануло, ребята. Главное. Бежим. Улетели. Палычайник. Вот, это мое последнее сбережение. Ну-ка. Так уж и быть, продам тебе со скидкой. За то, что ты этих мусоров проучил. А то мне приходится им бесплатно отсыпать каждый день, чтобы меня отсюда не гоняли. Нормально. Семечки. Ужас. Ментовской беспредел. Вот тебе и поддержка малого бизнеса. Только смотри, семечки не просыпни где. А то их голуби моментально зажрут. Ну-ка. На себя. Вкусные семечки, ребят. Но ими не нажрешься. То ли дело водка. Вот ей можно нажраться. Ну-ка. Посмотрим. Проплеслось, видимо. Нихрена себе. Как будто проплеслось. Пипец, ладно. Эть, готово. Сейчас устроим партизанскую девяксию. Эскадрилья голубей в атаку. Проклятые голуби, уйдите от арбудов. За дизиантры беспокоятся. Ну-ка. Пока никто не видит. Ой, а где мой телефон? Он же тут лежал. Его украли. Я ничего не видел. Я все время на вашу попу смотрел. Честно. Клянусь рукой. На мою попу? В это я верю. Блин, что же теперь делать? Вам надо скорее в полицию бояться. То есть в полицию идти. Заявлено катать на вора. Его тогда поймают по горячим следам. Точно. Побегу заявление писать. Посмотри за прилавком, пожалуйста. Я быстро. Ага, быстро она. Наша полиция быстро не работает. Ладно. У нас в России так. Если хозяина рядом нет, значит это твое. Ну я, кстати, согласен. Мой друг так же сделал это вот. Он такой. На, у нас в России так. Если хозяин рядом нет, значит оно твое. Ну-ка. Надо позвонить моей любимой женщине Иришке с Горобейниковой. Ну-ка. Алло, кто это? Привет, красотулька. Это твоя судьба у телефона. Блин. Узнала меня. Мармеладка моя. Ну-ка. Палочку. Даю тебе телефон на сохранение. Только ты всех по телефону не звони. Хорошо, не буду. Саня, а если бы я чисто гипотетически захотел бы потом со своего туда позвонить? Какой там у них номер? Ну вот ты, Палыч, хитрый жук. Ладно. Палыч, удержи-ка арбуз. А то тебе там скучно, а так хоть какое-то разнообразие. Братач, что-то он очень тяжелый. Я долго его не удержу. А ты, давай, представь, что это бутылка матьяры. Буду его держать до последнего. Сейчас, погодите. И готово. А будем приманить голубей. Как раз последний год из теми приказался. Гуля-гуля голубки. Тут можно безопасно пожрать. На, нафиг. Нихрена себе голуби вырубились. Прямо как мы с Палычем после седьмой бутылки. Мама говорила, в хозяйстве все перегодится. Поэтому теперь я дохлых голубей собираю. Ну, короче, понятно. Вот, пожалуйста. Вы можете сами убедиться, что они вас больше не потревожат. Ой, спасибо, внучок. Ну, ты прямо Тимуровец. Вообще-то я, Александр. Вот, можешь забрать журнальчик. Он мне больше не нужен. Только смотри. От рукоблудия волосы на ладошках вырастут. Мне тоже самое про порогу говорили. Короче, это Тимуровец. Значит, это мой друг Тимуровец. Значит, он Тимуровец. Ну-ка, отдаю-ка я. Это именно то, что я хотел. Можешь отвязывать и забирать лыжу. А меня больше не беспокоят. У меня важные дела. Все с ним понятно. Поспать хочу. Наверное. Наверное, он решил реально поспать. Забрал. Ну, все, ребята. Осталось привязать ёрвку и уговорить таксиста устроить побег Палыча. Хотя, про побег ему лучше не говорить. Так. Лана. Сейчас, погодите. Смотрите, ребята, я монах Шаолиня. Он шубанка. Ну-ка. На-на. На-нафиг. Да, хреновый из меня монах. Но это дано хорошо. Все равно целомудрие не для меня. Посмотрим. Вот оно, что ты придумал, Саня. А вдруг не получится? Саня, что-то я очкую. Да ты успокойся. Я сто раз так делал. Ладно, побежали. Так, вон. Лучше ей не мешать. Бородач, отвали. Не видишь, я занят. Заявление принимаю. Тут одной папой, это, у женщины телефон украли. А вы на него звонили? Ну, вдруг поднимет трубку и сразу выдает с тебя. Ты что думаешь, мы совсем тупые? А давайте, правда, позвоним. Вдруг это поможет. Ну, позвоните. Ну-ка. Алло. Алло, кто это? А вы кому звоните? К себе. Ну, тогда вы ошиблись, потому что тут только я. Да вот же ваш телефон. Это он его украл. Точно. Это мой телефон, который украли час назад. Ну, это пипец, пацаны. Булая попа тут. Да как я мог его украсть? Я весь день тут сижу. У меня, ээээ, алиби. Странно. Давайте разбираться. У вас точно его сегодня украли? Точно. Это мой телефон, который украли час назад. Ну-ка. Ребят, надо оставить их в покое. Эть, готово. Ребята, палка это наш верный союзник, еще до исторических времен. Даже когда современные технологии предлагают нам смартфоны, мы все равно пользуемся палкой, чтобы делать селфи. На. Побежали. Эть, готово. Ну вот, считай, дерево посадил, осталось дом построить и вырастить сына. Но это не сейчас, это на выходных. Так, готово. Ну вот, очень похоже на знак. Родная мать не отмечить, если она у них есть. Знаков этих. И вот и все. Все, ребята, могу работать в мусарнике, знать и рисовать. Талант художника не пробьешь. Хон от этого только усиливается. Так, ладно, теперь концовка хорошая. Мужик, шухер, эвакуатор едет, а ты прям под знаком стоишь. Вот блин, а я его раньше не видел. Да он все время тут был, я же тебе говорил. Давай быстрее, а то штрафуют. Ну-ка. Ну-ка. Бам. Спасибо, Бородач. Изи просто. Бородач, ты че наделал? Вахитов, я не виноват. Произошло недоразумение, клянусь рукой. На. Короче, ладно, пацаны, давайте видео заканчивать. Все подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.